5 знаменитостей с удивительно низким уровнем IQ. Приветствуем вас зрители и дорогие наши подписчики. С вами интересная инфа. Абсолютной нормой считается результат теста на IQ в 100 баллов. Такой показатель присущ среднестатистическому человеку, который на гениальность не претендует и глупость демонстрировать не спешит. Меньше хуже, например результат ниже 50 баллов может указывать на умственную неполноценность. Безусловно не все звезды соглашаются проходить тест на IQ, а некоторые уже зная свой результат не спешат о нем рассказывать. Итак, кто же оказался в этом рейтинге? Виталий Кличко. Как ни странно человек чьи коронные фразы забавляли весь интернет не самой глупой в этом рейтинге. Мой брат Владимир мне как брат и чем человек старше тем больше ему лет. Говорил мэрбоксер. И не поспоришь ведь. Ученые Академии наук и не стали спорить, но единогласно решили, что IQ этой персоны не может превышать 60 баллов. Ольга Бузова. Из высказываний этой дивы уже можно собрать целый том пьерлов и анекдотов. Себя она при этом называет не иначе как величайшая из величайших. Мы верим Оленька. Пусть величайшая, но точно далеко не самая умная. Так, Оля Бузова могла бы пройти тест на интеллект с результатом от 40 до 45 баллов, определили ученые. Дана Борисова, а также Анастасия Волочкова и Маша Малиновская. Эти три девушки уверенные лидеры хит-парада. Их уровень IQ вряд ли превышает планку в 35 баллов. Ведут они себя соответственно. И ладно бы только Борисова и Волочкова могли похвастаться бы столь очевидной глупостью. Но ведь и Маша Малиновская с ними на одном месте, а она в свое время заседала в Белгородской думе. Интересно, что она там делала. Стоит отметить, люди даже с патологически низким уровнем интеллекта могут быть очень приятными и добрыми. Даже душевными, просто не особо умными. Но ребята, которые оказались в сегодняшнем рейтинге, все больше отличаются только повышенным самолюбием. Да и нездержанностью в своих глупых высказываниях. И ведь каким-то образом все они добились успеха.